Ситуация на строительном рынке стала предметом детального обсуждения в Доме правительства в числе приоритетных задач стимулирования спроса на жилье и государственная поддержка застройщиков. Темпы строительства жилья в республике продолжают сокращаться. Программа максимум на год более 550 тысяч квадратных метров. Но достичь этой планки будет непросто, отмечает профильный министр. Спрос на квартиры снижается. По итогам 2019 года у нас произошло некое падение по ипотечным кредитам. Это, в принципе, тревожный звоночек нам всем, как, в принципе, в первую очередь профильному министерству, ну и застройщикам, которые сегодня осуществляют свою деятельность на территории Чувашской республики. Еще одной причиной снижения объема водожилья называют переход на эскроу-счета. Этот механизм должен обезопасить дольщиков, но повышаются расходы застройщиков. Кредитование по новому закону идет, собственно, с самой коробки. А все, что касается инженерной инфраструктуры, естественно, это дополнительные затраты. Кроме того, что 15% коробки мы тоже обязаны, значит, привлекать свои оборотные деньги. Во всяком случае, до вступления этого закона в последние годы мы, собственно говоря, не были обременены кредитным ресурсом. Застройщиков обременяют затраты на разработку социальных объектов. Из своего оборота компании вынуждены выводить десятки миллионов рублей. Мы сейчас завершаем отчисленные сооружения комплексные для нового города. Все инженерные сети, мы это, знаете, проектируем сами, строим сами, без размин, сдаем городу, и по ходу сдачи жилья мы начинаем компенсировать. Возмещать затраты на проектирование социальных объектов и инфраструктуры в Республиканском Минстрое предлагают уже при передаче на баланс муниципалитетов. Инициативу руководителя ведомства Олег Николаев поддержал. Временно исполняющий обязанности главы региона отметил, что сейчас на первый план выходят вопросы комплексного развития территорий. В микрорайонах со школами, детскими садами и транспортной доступностью спрос на квартиры большой. В части качества проектных работ, в части включения комплексных решений, которые касаются архитектуры, значит, качества материалов. Я бы здесь даже не применил бы слово «тена» или «дорогизна», а именно «качество материалов», потому что «дорогое» не всегда качественное, мы все с вами прекрасно знаем. И я думаю, что вот этот вопрос мы тоже, наверное, скорее всего, все-таки должны урегулировать с основными застройщиками, которые ведут прежде всего комплексную застройку, через заключение соответствующих соглашений. На повестке дня и проблема долгостроев в Республике. Просрочены сроки сдачи 19 домов. В зоне риска компания «Лидер». Союзная ситуация сохраняется на пяти квартирных домах общей живой площадью 49 тысяч квадратных метров застройщик «Лидер». На их строительство застройщикам привлечены средства 805 долевиков на общую сумму более полутора миллиарда рублей. Чтобы сдать многоэтажки, которые строятся по долевым договорам, в компании намерены привлечь льготные кредиты. В правительстве ситуация с долгостроями на постоянном контроле. 12 домов включены в реестр проблемных объектов. Дмитрий Ковалев, Маргарита Мельникова и Валерий Резюков. Республика.